МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, Сергей и все телезрители канала «Просвещение». Вас приветствует Крымский федеральный университет. В честь 70-летия победы над фашизмом в нашем ВУЗе проходит ряд мероприятий, на которые приглашаются ветераны, студенты и гости. 19 марта в Крымском федеральном университете состоялась конференция, посвященная празднованию Великой Победы советского народа над фашизмом, на которой присутствовали ветераны, студенты и преподаватели ВУЗа. С приветственным словом выступили заместитель председателя Государственного совета Крыма Константин Бахарев, председатель Комитета Государственной думы Российской Федерации по образованию Вячеслав Никонов и ректор Крымского федерального университета Сергей Донич, который отметил, что именно сейчас, как никогда, важно знать и помнить свою историю. Сегодняшнее мероприятие не то, что было приурочено, но совпало с нашей победой, крымской победой, с победой в части присоединения к великой державе, России. И вы видели, какие прошли торжества по всей России, от Владивостока до Калининграда. Все это взаимосвязано в этой жизни. И, конечно же, нельзя, мы не позволим искажать историю, потому что есть такие попытки извратить, уйти от понятия Великой Отечественной войны и так далее. Кто же, какой народ победитель. Потому на сегодняшней конференции именно об этом и будет идти речь. И, конечно, это наш первый шаг большого цикла подготовки к 70-летию празднования победы в Великой Отечественной войне. На конференции огласили манифест студентов Крымского федерального университета имени Вернадского, подготовленный коллективом студентов, молодых преподавателей и профессоров гуманитарного направления федерального вуза. Мы сегодня намерены сделать одно очень знаковое событие, которое, я не сомневаюсь, войдет в летопись Крымского федерального университета. А именно, принять манифест студентов Крымского федерального университета, в котором они изложат свою позицию и свое отношение к той компании, которая в последнее время развернулась в средствах массовой информации. Да и не только, она просматривается в выступлениях даже крупных политических руководителей, министров различных стран, о дискредитации итогов Великой Отечественной войны. Студенты единогласно проголосовали за принятие манифеста, за преемственность поколений и за историческую справедливость. Сегодня я пришел, чтобы поддержать идею создания манифеста, посвященный годовщине и 70-летию победы в Великой Отечественной войне. Я считаю, что это знаковое событие, что студенчество, как носитель определенной целостной культуры отечественного самосознания, оно должно вносить эти ценности дальше в общество. Мы являемся сторонниками той правильной интерпретации истории, которая показывала славность и достижение в победе в Великой Отечественной войне нашего народа. Сегодня был принят манифест, он посвящен 70-летию победы в Великой Отечественной войне. Я считаю, что это очень важный документ, особенно для студенчества. Студенты должны помнить о тех событиях, которые произошли, должны гордиться нашей великой победой, и должны делать все, чтобы такого больше никогда не повторялось, потому что мы – будущее нашей страны. История – великий учитель и наставник. Правильное понимание прошлого – это путь в будущее. Принятие такого документа студентами и изучение такого документа в каждой группе учебной – это чрезвычайно важно. Победа Советского Союза и Советского народа и других стран антигитлеровской коалиции – это важно, и никто не должен ставить это под сомнение. В никаком случае не переписывать эту историю. И для молодежи современной, особенно для будущих руководителей, которыми могут являться выпускники Федерального университета, чрезвычайно важно знать историю своей страны, историю своей нации, историю вооруженных сил, историю своего рода, своей семьи и своей малой родины. Мы неустанно благодарим наших ветеранов, отстоявших Отечество, и обязательно сохраним верность тем идеалам и ценностям, которые в свое время исповедовало поколение победителей. У нас мало осталось, к нам стало стучиться, но мы повторять неустанно должны. Пускай на земле никогда не случится то, что узнали солдаты войны. Об остальных событиях, которые будут происходить в нашем ВУЗе, мы расскажем в следующих сюжетах. Крымский Федеральный университет с вами не обращается, а говорит «до свидания». Я передаю слово каналу Просвещения. Спасибо, Виктория. Но сейчас на Местсвязь выходит Алексей Калашников. Он нам расскажет о новостях Северокавказского Федерального университета. Сергей, Северокавказский Федеральный университет рад приветствовать вас и всех телезрителей канала Просвещения. Какие темы обсуждали в СКФУ ректоры ведущих ВУЗов страны? И чем запомнился форум русского языка и литературы его гостям и участникам? Ответы узнаем прямо сейчас из нашего дайджеста. На прошлой неделе СКФУ стал площадкой для мероприятий всероссийского масштаба. На протяжении нескольких дней в разных уголках страны пристально следили за дискуссиями, развернувшимися в крупнейшем ВУЗе региона. В СКФУ состоялось выездное заседание Совета Российского Союза ректоров. Члены этой общественной организации, насчитывающей более 700 участников, впервые собрались на Северном Кавказе. В центре внимания совершенствование преподавания русского языка и литературы в школе и ВУЗе. Нет страны, нет России, если не будет языка могучего, объединяющего нашу многоциональную страну. Это доказано историей, доказано всеми поколениями. Основные проблемы, существующие в области подготовки учителей-словесников для школы ВУЗов страны, сформулировала ректор СКФУ Алина Левицкая. Так, в своем выступлении она указала на необходимость готовить специалистов с двойной квалификацией. Алина Афакоевна указала также на трудности, связанные со спецификой некоторых регионов страны, их политкультурностью и многонациональностью, и поделилась накопленным ВУЗом положительным опытом. Так, обучение культуре русской речи в СКФУ ведется на всех направлениях подготовки. А высокий уровень владения русским языком является обязательной компетенцией для всех выпускников ВУЗа. Учебный процесс выстроен таким образом, что с первого курса бакалавриата по первый курс магистратуры включительно, эта компетенция неперывно развивается, наращивается, совершенствуется. И в этой связи мы могли бы рекомендовать, чтобы во всех ВУЗах нашей страны в перечне обязательных компетенций на выходе выпускники имели такую компетенцию, как сформированный. Далее участники Совета ректоров продолжили работать на форуме русского языка и литературы. Он собрал свыше 400 участников из разных уголков страны, ректоров и преподавателей вузов, учителей городских и сельских школ, представителей профильных министерств и ведомств. На пленарном заседании перед ними выступили министр по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов, полпредпрезидента России ВСКФО Сергей Меликов, замминистра образования и науки Александр Климов, а также руководитель Рособорнадзора Сергей Кравцов и другие почетные гости. Все они отметили стратегическую роль сохранения русского языка для страны, а также стоящие задачи по повышению языковой культуры населения. Необходимо стремиться к тому, чтобы у детей формировалось понимание необходимости знаний русского языка и литературы, как необходимого условия будущего жизненного успеха, как источник самоуважения, уважения окружающих, как развитие интеллекта, необходимого для освоения всех наук и всех отраслей знаний. Это и многие другие идеи, озвученные докладчиками, нашли живую поддержку собравшихся с большим интересом, познакомились с предложениями, сформулированными педагогическим сообществом региона и страны, присутствовавшей на форуме главы республик СКФО. В рамках форума прошли также заседания секции. Одна из них была посвящена совершенствованию подготовки к ЕГЭ по русскому языку и литературе, а также обеспечению объективности экзамена. Такая проверка знаний дает возможность проанализировать результаты по каждой школе и региону и оказать адресную помощь, отмечали выступающие. Мы совместно с субъектами Российской Федерации и Министерством образования и науки разработали программы повышения качества русского языка для каждого региона с учетом всех особенностей того или иного субъекта Российской Федерации. И мы планируем в ближайшее время задействовать нашу систему видеонаблюдения, когда можно проводить онлайн-курсы для учителей русского языка специалистами из Москвы, профессорами, методистами. Не менее интересной и продуктивной получилась дискуссия и в рамках второй секции форума. Здесь обсуждалась тема совершенствования преподавания русского языка и литературы в школе и вузе. Своим опытом здесь делились специалисты ведущих вузов страны, в том числе Северокавказского федерального округа, а также представители городских и сельских школ региона. Многие участники заседания указывали на актуальность тематики и подобных мероприятий. Действительно, это давно тема назрела. И самое главное, самое приятное и отрадное, то, что все сегодня поняли, что от простой декларации любви к русскому языку, уважения, гордости за русский язык, нужно переходить к позиции ответственного отношения перед русским языком. И вот эта ответственность, она, безусловно, на всех уровнях должна быть сегодня обеспечена. В рамках форума прошли и другие интересные мероприятия, например, выставка лучших образцов учебной литературы по русскому языку. Помимо учебников, здесь были представлены наглядные пособия, новейшие мультимедийные комплексы и словари. Многие издания можно назвать уникальными. По итогам работы форума были сформулированы предложения, нацеленные на повышение языковой культуры в стране. Все они будут направлены на рассмотрение в Совет Президента по русскому языку, отметила ректор СКФУ Алина Левицкая, активный член этого совета. И в эти же насыщенные событиями дни в СКФУ состоялось первое заседание Попечительского совета. Его формат уникален, так как больше ни в одном Попечительском совете федеральных университетов не представлены все главы территории округа. На встрече обсуждалась возможность использовать опыт федерального университета в развитии вузов на сей территории Северного Кавказа. Ректор СКФУ Алина Левицкая рассказала членам совета о работе университета по подготовке молодых специалистов для экономики округа и выразила готовность ректората выделить квоту на бюджетные места для студентов из республик, которые будут обучаться по специальностям, наиболее востребованным на данных территориях. А еще предложила университетам округа присоединиться к большому проекту, который уже реализует СКФУ – обучение специалистов европейского уровня для туристического кластера Северного Кавказа. Вуз уже отправил свой десант на стажировку в лучшую школу гостеприимства Европы. Следующий шаг – распространение нового опыта на территории округа. На этом все новости на сегодня. Северокавказский федеральный университет прощается с вами до следующего эфира. Ну а я же передаю слово телеканалу «Просвещение». Спасибо, Алексей. Ну а мы сейчас вместе с нашим телезрителем перемещаемся в город Казань. На связь с нами выходит Александр Волков с новостями Казанского федерального университета. Всем привет! В эфире «Универньюз» – главные новости Казанского федерального университета. Сегодня я, Александра Волкова, расскажу о главных новостях этой недели. В минувшие выходные в Униксе прошел день открытых дверей Казанского федерального университета. Пришло большое количество старшеклассников. Многие пришли с родителями. Судя по количеству пришедших, КФУ сильно притягивает абитуриентов. Приближается самое трудное время для выпускников школ – сдача экзаменов и поступление в высшее учебное заведение. Именно для абитуриентов КФУ провел день открытых дверей. Минзарипов Рязга Таулович рассказал о структуре КФУ в целом и о каждом институте отдельно. А в холле Уникса будущих студентов встречали представители от каждого института с информационными буклетами. Институт физики – это самый лучший институт, во-первых, как ни крыти. Во-вторых, у нас очень сильная научная база и в то же время очень широкий выбор инженерных специальностей. Современные лаборатории и великая история. Здесь родилась колыбель органической химии. Если кто-нибудь хочет по-настоящему постигнуть химию, надо идти именно сюда. На нашей специальности не мы ищем работу, а работа ищет нас. Эстет-экология, природа, пользование. Что ждем? Борево. Ребята, поступайте к нам. Наша специальность непосредственно связана с нефтью. Вы будете работать во многих иностранных компаниях и будете всю жизнь перспективными специалистами. Что ждем? На лицах старшеклассников было заметно легкое волнение. Все с большим вниманием слушали рассказчиков. Ведь сейчас для них это самая важная информация. КФУ – это институт, в котором много факультетов и разнообразные. Есть большой выбор профессий, факультетов. Я могу выбрать любой из них и пойти по своей специальности. Тут большие перспективы. Один из лучших университетов нашей республики, также страны. КФУ – это один из самых больших вузов в России, который занимает довольно высокое положение по рейтингу вузов, которые идут по стране. Желаем тем, кто стремится попасть в один из лучших университетов России, успешно сдать все вступительные экзамены. У тех, кто трудится, старается и от всей души желает поступить, обязательно все получится. Адиля Валеева, Руслан Урманов, Универньюз. О других новостях этой недели мы расскажем в нашем кратком экскурсе. Берлинская наступательная операция. Вот чему была посвящена викторина, которую провел Центр патриотического воспитания Казанского университета. Викторина состояла из двух этапов. На первом ребятам был предложен тест из 20 вопросов. Второй этап – своего рода домашнее задание. Ребята должны были подготовить презентацию об участнике войны, желательно берлинской операции, при этом сотрудники Казанского федерального университета. Сегодня Казанский федеральный посетил руководитель исследовательской группы проекта «Национальный рейтинг университетов Интерфакс» Алексей Чеплыгин. Визит начался с лекции для сотрудников университета. Присутствовали директоры институтов и ректор Ильшат Гафуров. Лекция Алексея Чеплыгина была посвящена актуальной на сегодня теме – академическая репутация и коммуникация университета. Будучи впервые в КФУ, Чеплыгин признался, что давно хотел посетить наш вуз и высоко о нем отозвался. Высшая школа ИТИС – молодая, амбициозная частичка Казанского федерального университета отпраздновала свой четвертый день рождения. Стремительное развитие и большие успехи, которыми славится ИТИС, отражаются на работе высшей школы только позитивно. Несмотря на столь молодой возраст, у высшей школы ИТИС уже есть свои традиции и свои звезды, которые порадовали присутствующих своими выступлениями. А на этом все. До встречи через неделю. Пока-пока. Спасибо, Александра. Ну а мы идем дальше по нашей медиакарте и перемещаемся в Сибирский федеральный университет. На связь с нами выходит Наталья Лаптева. Здравствуйте. Вас приветствует Сибирский федеральный университет. Меня зовут Наталья Лаптева и я поделюсь с вами новостями нашего университета. В Красноярске выбрали властелина алхимии. Сибирский федеральный университет и компания «Русал» уже в третий раз проводят Всероссийский конкурс научных работ школьников «13 элемент. Алхимия будущего». Начиная с октября 2014 года школьники средних и старших классов принимали участие в викторинах, выполняли задания по физике, математике, химии, отвечали на вопросы из области металлургии и материаловедения, а также побывали с экскурсиями в научных лабораториях и на металлургических заводах. И вот и недолгожданные итоги. Лауреатом конкурса и обладателем звания властелин алхимии стал десятиклассник Ильяна Дейн из Зеленогорска. Победитель не только получил денежный приз и диплом, но и будет зачислен в целевую группу компании «Русал» в Институте цветных металлов и материаловедения СФУ, но только через год, когда закончат школу. Я помню чудное мгновение, передо мной явилась ты. С такими словами студенты-филологи накануне Дня поэзии пришли в Институт космических и информационных технологий. Все подробности у Марины Силичевой. День поэзии второкурсницы Института филологии и языковой коммуникации читают стихи известных русских поэтов Серебряного века будущим инженером. Выбегу, села в улицу брошу я. Дикий, обезумлюсь, отчаянием и сейчас. Не надо, милая, дорогая, хорошая. Дай простимся сейчас. Я очень рада, что мы с девушками все-таки смогли это провести. Впервые выступив я поняла, какие недочеты следует исправлять для следующих раз. Но как прежде, жгучее объятие, тот же страх. К поэтическому выступлению участники готовились две недели. Считать, что студентам негуманитарных специальностей приятно послушать поэзию и прозу. Ведь у них нет такого предмета, как литература. Я вас любил. Я вас тоже. Очень мило, но все-таки давай не будем. Я вас любил, не мог еще быть? Может. Отлично, шоколадка! И думаю, что такие мероприятия все-таки привлекут студентов и как-то не заставят, но все-таки дадут им правильный импульс начать читать литературу. Мой милый, что тебе я сделала? Студент второго курса Института космических и информационных технологий Артем Истягин. Чаще всего он читает романы, увлечен фантастикой. А вот до стихотворений все никак дело не доходит. В филологических постановках узнал многих поэтов и очень этому рад. Вообще случайно проходил проходом, случайно полный, литературный небольшой ивент. Немножко расходится с тем, как я себе это представляю, но в целом мне все равно очень понравилось. А следующая поэтическая минутка пройдет в военно-инженерном институте. 2015 объявлен годом литературы, а это значит стихи в университете будут звучать постоянно. Марина Сильчева, Андрей Шицов, Новости, СФУ. В первый раз я пишу про любовь, в первый раз отрекаюсь скандалить. Сибирский федеральный университет и Красноярск продолжают готовиться к универсиаде. На днях в фантарке Бобровый лог прошла универсиада Дружбы народов. Давайте еще раз! Универсиад! Вот так весело студенты СФУ, представители сборных команд, институтов, студенты национальных диаспор, сборные команды общежитий и представители штабов универсиады 2019 вузов города проводят универсиаду Дружбы народов. 13 команд, в каждой по 10 человек показывают класс в слаломе на сноуборде и на горных лыжах. Удивляют необычные соревнования оленеводов с Крайнего Севера, прыжки через нарты. А завершается все это смешной эстафетой. Вообще сами по себе соревнования, мне кажется, они были достаточно легкие. Ну, я, конечно, не знаю, какие у нас результаты, но ничего сверхъестественного не было. Все было реально проехать, лыжи с лалом, проехать можно. Очень мне понравилось, хочу такие соревнования еще, как можно чаще. С прыжками через нарты приходится попотеть. В этом простом, на первый взгляд, виде спорта есть свои правила и тонкости. Да, ноги могут быть, либо вот так вот прыгаться, это одна техника. Можно прыгать вот так вот, ну, есть еще вот такая вот, вот так вот. То есть, как-то так надо прыгать, то есть, вот так вот ноги не должны быть. И вот они, долгожданные награды. Команда Института физической культуры и туризма заняла первую строчку общего медального зачета. Переходящий Кубок Универсиады Дружбы Народов в 2015 году достается именно им. Наталья Лаптева, Ламия Гусейнова, ТВ, СФУ. На этом у нас все. Мы продолжаем следить за новостями Сибирского федерального университета. Сергей, вам слово. Спасибо, Наталья. Следующая наша остановка на медикарте – это город Барнаул. На связь с нами выходит Ирина Корчагина с новостями Алтайского государственного университета. Здравствуйте, Сергей. Я приветствую зрителей телеканала «Просвещение». Алтайский государственный университет уже несколько лет уверенно движется к статусу Азиатского федерального университета. 20 марта в стенах АГУ состоялось первое заседание Азиатского экспертно-аналитического центра. Проект уже одобрила администрация Алтайского края. В непростое для страны время необходимо иметь надежных партнеров. Алтайский государственный университет уже несколько лет ведет стратегическую линию по укреплению отношений стран, входящих в ШОС. В стенах АГУ прошло первое заседание Совета Азиатского экспертного аналитического центра. Проект, задуманный еще в прошлом году, выходит на стартовую позицию и с этого дня фактически начинает свою работу. На заседании прозвучало интересное сравнение. Евросийское пространство, как матерое из повести Валентина Распутина, не отпускает. Поэтому так активно развивается обширная территория родственных постсоветских государств. Распад Советского Союза – это довольно сложный процесс, который не закончился и до настоящего времени. И, с одной стороны, вот эти центробежные тенденции, которые были начаты в конце 80-х годов, прошлого столетия, сохраняются и сейчас. Но, с другой стороны, новое независимое государство, они тянутся к России и готовы взаимодействовать в разных аспектах – в социально-экономическом, в политическом. Перед центром стоит много задач – исследования, аналитика этнических и религиозных процессов края. Будут разрабатываться программы повышения квалификации госслужащих. Качественные изменения коснутся и сферы образования. Решив организационные моменты, коллеги утвердили план работы на 2015 год. Хорошее начало – только половина дела. Алтайский государственный университет стал узнаваемым. Мы являемся головным университетом Шанхайской организации сотрудничества. И совместно образовательная программа, и наша деятельность в рамках УШОС, она признается, она поддерживается. И проведение крупных мероприятий в рамках УШОС еще раз подтверждает нашу роль в этой международной, серьезной, международной организации. Теперь финансирование проекта можно рассчитывать не только на свои силы, то есть гранты. Накануне заседания инициативу университета одобрили в Министерстве образования. По единогласному решению председателем центра стал Виталий Снесарь, заместитель губернатора Алтайского края. Виталий Владимирович, выпускник исторического факультета АГУ, не мог отказаться помочь родному университету. Обещал не подвести и задействовать силы администрации. Актуальность и реализация сегодняшней инициативы, она вполне обусловлена даже и тем объемом работы, который уже проделан на уровне администрации края. Поэтому встаем в одну шеренгу, администрация, университет рядом, есть куда стремиться, есть над чем работать. Работы будет много, она, я думаю, будет продуктивной. Говорить о результатах работы экспертно-аналитического центра можно будет к началу учебного года. Стартовавший проект – уверенный шаг на пути к созданию Азиатского федерального университета. Ирина Корчагина, Лев Тюрин, учебная телерадиостудия. На этой неделе в Алтайском государственном университете состоялся финал турнира баскетболу среди юношей. До решающей встречи дошло шесть команд. Какому факультету удалось вырвать победу в сюжете Юлии Сидоровой? Победить сильнейший, дать более точного прогноза об исходе этого баскетбольного турнира никто не решится. Ведь сегодня погода на поле делает не только мастерство игроков, но и везение. Студенты географического, исторического, социологического, химического факультета ФМКФП и МИАМИС встречаются в последнем туре соревнований. Пришел, увидел, победил. Это про экономистов. Не будем лукавить, команда МИАМИС с самого начала уверенно стремилась к заверному первому месту. Вот уже третий год, фортуна на их стороне. Почетную вторую позицию отвоевали химики, а третью – ФМКФП. Ну, мы, конечно, ожидали, что займем первое место, но могли встретиться команды тяжелые. И, ну, в основном финал всегда тяжелый. И второй год подряд мы играем с химиками, с химическим факультетом. С ними было тяжеловато играть все-таки по сравнению с другими командами. Ну, индивидуальный вклад каждого, как команда. И поэтому, получается, что уже третий год мы выигрываем. Сегодня все шесть команд показали достойную игру. Провести мяч через все поле и забросить его в корзину противника не так просто, как кажется. И даже поражение не способно сломить любовь к игре. Юлия Сидорова, Лев Тюрин, учебная телерадио-студия. Как подготовить высококлассных специалистов, которые готовы к работе сразу же по окончанию университета? Наверное, один из самых актуальных вопросов, выдвинутых на встрече глав предприятий Алтайского края. Так называемый клуб директоров был собран в стенах АГУ, чтобы поделиться опытом между собой. В первую очередь клуб «Информационное поле», где должна была быть разработана программа подготовки дипломированных специалистов. Сразу после получения диплома выпускник может прийти на предприятие и на следующий день приступить к работе. Такое тесное сотрудничество полезно для предприятий, а также для университета. Алтайский государственный университет уже доказал, что умеет готовить высококлассных специалистов. Теперь этот результат можно улучшить. Также подобные встречи помогают директорам обзавестить полезными контактами с коллегами. Клуб может стать точкой соприкосновения для многих промышленных предприятий края. Подобные заседания проходят во многих крупных городах, и теперь Барнаул не исключение. Так называемое пилотное заседание клуба директоров прошло успешно, и организаторы уже строят планы на будущее. По уже состоявшемуся общению чувствуется, что действительно это заинтересованность обоюдная. И я уже могу с уверенностью сказать, что это наше первое и не последнее заседание. Я думаю, у нас будут свои традиции, свои постоянные члены-энтузиасты этого движения. И я думаю, мы реализуем ту программу, ту задачу, которую перед собой поставили, и совместными усилиями доведем все до логического завершения. Это были все новости от Алтайского государственного университета. На этом я с вами прощаюсь и передаю вам слово, Сергей. Спасибо, Ирина. Ну что ж, а мы вместе с нашими телезрителями перемещаемся в Ульяновский государственно-педагогический университет имени Ульянова. На связь с нами выходит Анна Рылова. Здравствуйте. С вами Ульяновский государственный педагогический университет имени Ильи Николаевича Ульянова. Учебный год в самом разгаре. Почти каждый день в нашем ВУЗе происходят различные события в области учебы, науки, спорта, студенческого самоуправления, практики и творчества. Предлагаем вашему вниманию некоторые из них. В педагогическом университете прошли курсы повышения квалификации по инновационному проектированию образовательного процесса при участии Национального исследовательского института Высшая школа экономики. В мероприятии приняли участие ведущие российские специалисты в сфере образования. На встрече также были рассмотрены вопросы организации научно-исследовательской работы студентов, необходимости разработки новых типов образовательных программ и модулей. Были продемонстрированы и оценены экспертами варианты новых образовательных программ, разработанные представителями профессорско-преподавательского состава УГБУ. Важность подобных мероприятий в том, что они не только дают уникальную возможность общения с лидерами университетского образования, но и в свободном от административных рамок обсуждений найти возможные и паритетные решения, которые будут учтены при проектировании новых профессиональных образовательных программ высшего образования. В Ульяновском государственном педагогическом университете прошла встреча студентов и преподавателей с известным российским ученым-океанологом, первым вице-президентом Русского географического общества, президентом Государственной полярной академии Артуром Николаевичем Челенгаровым. Участники встречи задали гостю множество вопросов. Их интересовало мнение ученого о том, могут ли российские полярники разрабатывать арктические шельфы без участия иностранных партнеров, как решается проблема экологической безопасности полярных областей, чем опасно глобальное потепление и другие. Ученый подчеркнул, что охотно принял предложение приехать в Ульяновск, потому что в Ульяновской области родился человек, которого он считает своим учителем. Океанолог, географ, исследователь Арктики и Антарктики, академик Алексей Федорович Трешников. Артур Николаевич подтвердил, что дал согласие возглавить Организационный комитет трешниковских чтений, ежегодно проходящих в Ульяновске на базе Ульяновского государственного педагогического университета. Сегодня в Волгопу проходит традиционный день памяти замечательного человека и педагога Екатерины Ивановны Никитиной. Екатерина Ивановна Никитина работала в Ульяновском государственном педагогическом институте с 1963 по 2006 год. Как вузовский преподаватель она вырастила сотню учителей-словесников, которые с гордостью говорят «Я училась у Никитиной». Хотя я сама не была ученицей Екатерины Ивановны лично, но училась у ее учеников, и поэтому тоже отчасти считаю себя ее ученицей. Раз это методика, и раз это дело продолжает жить, и раз оно достигает на уровне страны таких результатов, то значит все не зря. Главная цель, которую ставила перед собой Екатерина Ивановна Никитина, сделала для школьников интересными уроки русского языка. Именно поэтому до сих пор по ее книгам учится огромное количество ребят по всей стране. Работая над учебниками, она никогда не забывала о главном. Каждый урок русского языка должен воспитывать, пробуждать доброе начало в человеке. После пленарного заседания участники и гости Дня памяти посетили творческие площадки, где учителя обменялись опытом организации образовательного процесса в школах города и области, а студенты поделились своими разработками в сфере образования. В концертном зале главного корпуса педагогического университета прошел ежегодный конкурс «Мистер УГПУ-2015». 14 самых талантливых, умных и спортивных парней нашего вуза сражались за звание «Мистера УГПУ». Очень интересно, видно то, что ребята готовились, каждый вкладывал, вложил очень много сил. Я думаю, что в будущем это очень хороший опыт для них, это понадобится в будущем. Зрители увидели яркие перевоплощения и эффектные образы наших парней, так как тема конкурса в этом году – один в один. И хотя для победителей были определены три главных места, без наград никто не остался. Звание второго «Мистера УГПУ» присвоено Владу Фахардинову, первого вице-мистра УГПУ – Николаю Плешакову, и, наконец, «Мистером УГПУ-2015» стал студент факультета физической культуры и спорта Иван Шпет, который выбрал для своего перевоплощения образ Юрия Гагарина. С вами была студентка филологического факультета Ульяновского государственного педагогического университета Анна Рылова. До новых встреч! Спасибо, Анна. Ну а сейчас премьера. Впервые в проекте «Медиакарта» Высшей школы России на связь с нами выходит Тверской государственный университет. Слово нашим коллегам. Здравствуйте, Сергей! Сегодня впервые на канале «Просвещение» информация, подготовленная студентами отделения журналистики Тверского государственного университета. В стенах нашего вуза только что завершилось заседание Организации объединенных наций. Точнее, модель ООН. Так называется популярная во всем мире игра, в ходе которой студенты представляют себя участниками международных дипломатических конференций. О том, как это было в Твери, в сюжете наших корреспондентов. Суть ролевой игры в том, что каждый выбирает страну, представителем которой хотел бы стать на время проекта, и отстаивает ее интересы в процессе обсуждения комитетами ООН проблем всемирного масштаба. И, конечно же, участники игры сообща пытаются найти для этих проблем оптимальное решение. Модель распространена во многих странах мира, и мы знаем, что эту модель проводят студенты и Африки, и Азии, и Европы. Это отличная практика для студентов, возможность их высказать свою точку зрения, свое мнение, пусть оно будет даже вопреки официальному. В этом году Организация объединенных наций отмечает 70 лет своего существования. И на студентов кафедры международных отношений, которые являются инициаторами модели и отвечают за ее подготовку, легла особая ответственность. Ребята придумали много нового, чтобы игра в дипломатов получилась еще интереснее и масштабнее. В этом году моделировалось три комитета. Ими стали ЮНЕСКО, Третий комитет Генеральной Ассамблеи, занимающийся социальными и гуманитарными вопросами, а также Совет Безопасности. При этом все заседания Совета проходили полностью на английском языке. Таким образом, временные делегаты должны были продемонстрировать не только дипломатические навыки, но и языковые. Вопросы для обсуждения в комитетах отобрали наиважнейшие. Например, прошла дискуссия о проблеме объективности СМИ в контексте информационных войн, кризис института семьи в современном мире, генезис возникновения тоталитарных режимов. Так как игра в дипломатов популярна во всем мире, на заседаниях вместе с тверскими студентами в обсуждении вопроса участвовали студенты из Мексики, державшие с Тверью связь при помощи компьютерной программы Skype. Кроме того, для участия в модели приехали ребята из Москвы, Ярославля, Ростова-на-Дону, Великого Новгорода. Чтобы еще более приблизить ход заседаний к оригиналу на протяжении пяти дней, а именно столько длилась игра, комитеты сопровождали группу журналистов. В этой роли попробовали себя также студенты Тверского государственного университета. Особая традиция моделей – бал, который участники ждут с особым нетерпением. Здесь они могут на время забыть о напряженной работе в комитетах, почувствовать себя в атмосфере светского раута. И, кстати, продемонстрировать навыки, полученные на мастер-классах по танцам, проходившем в ходе игры. Модель Организации Объединенных Наций – это хороший способ провести время не только с пользой, приобретая бесценные опыты и навыки, но и весело в компании единомышленников. Для меня эта модель уже пятая, Тверская первая, и по уровню эмоций, как видите, я даже немного потеряла голос с организацией, она сопоставима только с моими дебютными моделями в Москве. Наблюдали за ходом игры в большую политику Дарья Кравчук, Алексей Гороги и Александр Крупко. Остается пожелать будущим дипломатам успехов в постижении столь нелегкой профессии. А мы надеемся, что контакты студенческого телевидения Твери с каналом просвещения будут постоянными. Тем более, что жизнь университета насыщена событиями, и нам всегда есть о чем рассказать. Так что ждите новостей из Твери. Сергей? Спасибо, коллеги. Вот и подошел к концу сегодняшний выпуск информационного проекта «Медиакарта» Высшей школы России. Я благодарю всех коллег при вашей части его создания. Если ваш вуз участвует стать участником проекта, пишите нам на электронную почту мэпсобака.просвещение.тв, а также заходите на наш сайт вузмедиамэп.ру. Увидимся на следующей неделе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова